Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите рубрику «Завтрак в городе Чен» в программе «Доброе утро» на телеканале Архиз 24. Ну что ж, лето, пора овощей, фруктов, ну и, конечно же, меняется то, чем мы завтракаем. Я сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить легкий летний салат. Для его приготовления нам понадобится пекинская капуста, немного консервированной кукурузы, ну или отварной, свежей. Все-таки лето, сейчас самая пора. Также нам пригодится огурчик, ну и зелень. Давайте начнем. Разбираем пекинскую капусту. Что могу сказать об этом замечательном продукте, который уже очень и очень плотно вошел в нашу жизнь? Ну, настоящий кладезь витаминов. Ничем не уступает по питательным свойствам и витаминному составу нашей традиционной белокочанной капусте. Кстати, кто-то любит оставлять для салата вот эти твердые части, кто-то их напротив вырезает, использует только мягкую часть. Я предлагаю оставлять все. У нас сегодня будет безотходное производство. Кстати, некоторые ученые, специалисты в области питания утверждают, что именно в кочерыжке, в капустной кочерыжке, в кочине прячутся все самые полезные и нужные человеку витамины. Поэтому выбрасывать эту часть, ну настоящий грех, честное слово. Все нужно использовать, все необходимо оставить. Итак, зелень. Мы сегодня отдадим предпочтение зеленому лучку. Ну и пусть будет немного укропчика для настроения. Салат у нас получится очень ярким за счет разнообразия красок. Зелень тоже необходимо меленько нарубить. И еще. Еще один ингредиент, который нам понадобится, это, конечно же, огурчик. Тоже хрустящий, свежий. Если вы возьмете его к завтраку прямиком из холодильника, он придаст такую охлаждающую нотку нашему салату. А может быть, вы сорвете прямиком у себя на грядке. Ну, тогда просто красота получится. Думаю, что, ну вот, понравится вам этот салат. Очень надеюсь, во всяком случае, на это. Огурчик необходимо нарезать соломкой. Чуть меньше, конечно же, чем пекинскую капусту. Если нет таковой у вас, можно использовать обычную нашу российскую белокочанную капусту. По вкусовым ощущениям немножечко будет отличаться салат, но это не критично. Я думаю, что, в принципе, можно немного поэкспериментировать. Можно даже, можно даже попробовать приготовить такой салат с краснокочанной капустой. Кстати, если будет добавлять яйцо отварное, лучше не соединять его с краснокочанной капустой, потому что яйцо, белок яйца обязательно окрасится в такой непривычный бордово-фиолетовый цвет. Не самый аппетитный цвет, скажем так, но, во всяком случае, непривычно. Но если вас это не смущает, можно, в принципе, и попробовать. Итак, практически все у меня готово. Пришла пора соединять наши ингредиенты. Напомню, что в нашем легком утреннем салате основной продукт сегодня – это пекинская капуста. Буквально несколько листиков. Зелень. Также огурчик. Холодненький, с жарким летним утром. Самое то, что нужно. Ну вот, практически, практически все. Что нам остается? Добавить сюда немного кукурузы консервированной или обычной вареной. Кукуруза немножечко сладковатая. Она придаст такую пикантную нотку нашему салату. Дальше немного соли. Также по вкусу. Ну и, если хотите, немного перчика. Еще одна пикантная нотка. Заправляется такой салат либо майонезом, либо сметаной. Что есть в вашем хозяйстве. Все сойдет. Все подойдет. Ну вот, остается тщательнейшим образом перемешать такой салат. Готовить его очень быстро и очень просто. Вот вы видели, буквально на ваших глазах я его приготовила. Еще один секрет. Не готовьте такой салат впрок. Поскольку пекинская капуста, вот сейчас она будет такая хрустящая и приятная. Если подольше с майонезом она постоит, то перестанет она быть такой хрустящей и не такой вкус будет. Совершенно не такой. Ну, вот такая маленькая рекомендация. Итак, салат наш готов. Осталось его выложить. Можно уже звать своих домашних к завтраку. Салат получается, несмотря на то, что он исключительно овощной, но если не считать майонеза, он получается достаточно питательным. Ну и такой завтрак позволит до обеда обойтись без дополнительных перекусов. Что еще можно добавить сюда? Я думаю, еще немного зелени для настроения в летнем салате никогда не помешает зеленью салат не испортить. Ну что ж, вот и все. Буквально несколько минут и наш простой, сытный летний утренний салат готов. Я напомню, что для его приготовления мы использовали несколько листиков пекинской капусты, огурчик, консервированную кукурузу, соль, перец по вкусу. Заправили этот салат майонезом. Ну и все. Можно пробовать. Приятного аппетита и успехов в сегодняшнем дне. Субтитры подогнал «Симон»!